И возвращаемся к главному событию дня, теракты в Лондоне. С нами на прямой связи Оксана Кундеренко. Оксана, приветствую. Появились сообщения, что количество жертв выросло до трех, и что там были иностранцы. Так ли это, и появилась ли у тебя какая-то информация к этому часу? Тебе слово. Добрый вечер, Катя. Действительно подтверждено, четыре человека погибли, это включая нападавшего. Сидержа точно есть женщина, прохожая и полицейский, которого террорист ранил ножом. Ему искусственное дыхание, кстати, делал один из министров. Эти люди скончались от ранений уже в больницах. И об иностранцах. Действительно, власти Франции подтвердили, что многие из раненых, это французские школьники, которые были на экскурсии. Количество пострадавших возросло, это 20 человек, и некоторые из них в катастрофическом состоянии, говорят медики. Одну женщину вытащили из реки Темзы, она упала туда после столкновения с машиной. Очень мало пока известно о личности потенциального террориста, его мотива. Есть фото и свидетельства очевидцев, что это темнокожий мужчина, средних лет. Он получил пулевые ранения, его занесли уже в здание парламента, там оказали первую помощь, но не спасли. Интересно, что в это время внутри парламента была лично премьер Тереза Мэ, она не пострадала. А действующий глава полиции вовсе стал свидетелем нападения. Сейчас правоохранители собирают любые свидетельства преступления. Я призываю всех, у кого есть видео или фото инцидента, передать его полиции. Очень важно собрать все возможные сведения. Общественная безопасность остается нашим приоритетом, и поэтому сегодня, на улицах Лондона, будут дополнительные патрули. Я призываю всех оставаться спокойными, и если вы увидите что-либо подозрительное, звоните нам немедленно. И вот одно из таких видео, о котором говорил начальник полиции, это та самая машина, которая врезалась в забор буквально у ворот парламента. Серый внедорожник или кроссовер. По некоторым данным, к нему была прицеплена взрывчатка, но это пока что только слухи. Полиция, впрочем, уверила, что нападавший действовал в одиночку. Я хочу отметить, что в Лондоне сейчас очень напряженная атмосфера. Весь центр перекрыт. Сирены, вертолеты, колоссальное количество полиции. Не работают центральные станции метро. Даже на колесе обзора Лондона и туристов не катают. Ну и полиция не спешит объявлять, что все позади, что опасность миновала инцидент исчерпан. Созвают срочное заседание спецкомитета по безопасности Кобра. Я думаю, город еще долго будет вот в таком вот состоянии тревоги. Оксана, спасибо тебе за детали. Оксана Пандеренко была на прямой связи из Лондона.